Всем привет! Меня зовут Гучин Кирилл и я рыбак. Ну до кучи я еще и разработчик спиннингов Nord Stream. Поэтому это видео мы снимаем специально, чтобы рассказать вам о нашей новинке. Новинки это из большой-большой серии Asgard Collection, в которую входит много разных спиннингов с разными длинными тестами, назначениями. Ну в общем-то, скажем так, это топ. И вот одна из подсерий этого топа это спиннинги Bifrost. Bifrost это всего лишь две модели. Одна 6 футов 6 дюймов, вторая 7 футов 1 дюйм. То есть, если переводить на наши метры, это 1,98 и 2,16. Это классические, скажем так, ультралайты, но опять же, сделанные специально под некоторые варианты ловли. Начнем, пожалуй, с общих характеристик. Bifrost это митсубежевские приправи. То есть, одни из самых лучших в мире материалов, из которых это делается. Это титановые кольца. Фирма Киган, оправа титан, вставка нитрит циркония. Это, соответственно, максимальный сенсорный катушкодержатель. Это минимально возможный вес. Единственное, что сразу хочу сказать, в руках у меня еще предсерийка. Косметика будет у нас другая. Теперь давайте конкретно по каждой модели. 66 модель. Что это и для чего? Скажем так, очень универсальный вариант. Это, кстати, одна из причин, почему моделей только две. Они закрывают практически весь диапазон ультралайтовой. Итак, на грани лайта ловли. В первую очередь спиннинг создан для ловли, скажем так, на течении. Это колебалки. Колебалки, скажем так, от 0,5 грамма. Это тест спиннинга. И до 5. Второй вариант использования, очень неплох, который мне очень нравится. И я просто получаю удовольствие, когда ловлю этим спиннингом. Это крэнки. Крэнки. И, скажем так, здесь можно использовать крэнки по максимум тестам. То есть, вот у меня сейчас стоит черри 44. Может, сколько он весит? Сам я не помню. Примерно там 5 с копейками грамм. Вот это вот, скажем так, максимально оптимальный размер для модели 66 B-Frost. Что еще? Еще один из вариантов использования этого спиннинга, это, соответственно, ловля на струе форели. Форель на струе, это либо у нас вертушка, либо это минохи. Минохи причем такие 47-55. Вот в данном случае у меня три королы здесь лежат. Покажу я вам проводку сейчас, как и чего. Это спиннинг именно работает с минохами. Еще один вариант использования. Ну, ребят, платники. Платники, скажем так, хорошие форели. Мы сейчас не берем во внимание спортивные мероприятия, где там форель спускают 300-300 грамм. А именно обычная нормальная ловля на платнике, когда экземпляры килограмм, полтора, может быть, даже больше. Скажем так, палка получилась, я вам говорю, прям волшебство. На самом деле, да, палка получилась волшебство по одной простой причине. Строй. Строй и материалы. Как я уже сказал, это митсубиши. Поэтому уровень высокий. Поэтому все гнется там, где надо. Работает как надо. Вываживает рыбу как надо. Причем вот несколько хвостов сейчас приходили буквально за пленочку уже. Держит. Что еще? Какой момент? Момент такой, что строй средне-быстрый. Вершина не мягкая. И это позволяет нам, скажем так, четко контролировать проводку вот этих маленьких приманок с одной стороны. С другой стороны, нормально, уверенно и далеко их забрасывать. На самом деле, вот с дальностью заброса я очень сильно здесь заморачивался. Чтобы можно было даже небольшую колебалку, либо там какой-то прогонистый воблер, который летит далеко, можно было кинуть как можно дальше. Потому что понятно, что там какой-нибудь крэнг, там дистанция заброса будет примерно одинаковая. Он слишком сильно парусит. Я вам сейчас покажу, скажем так, две вещи. Вещь номер первая. Это вот черек 44. Против довольно сильного течения. Просто я сейчас на рыбалке. Вот. Насколько этот спинник как бы работает в забросе и насколько он работает при проводке против. Потому что по течению поперек все будет гораздо проще и легче. Покажу, я уже сказал, твич. Ну, а низа, наверное, мы посмотрим на каком-нибудь форелевом платнике. Там, наверное, просто будет гораздо лучше посмотреть низа. Пошли. Собственно говоря, вот он черек 44. Достаточно упористый крэнг. Вот смотрим вершину. Как она сейчас у нас гнется вот этим весом. То есть видим, что вершина загружается, но не критично. Теперь делаем заброс. Провала в забросе нет. Но мы понимаем, что это примерно вот его уверенность максимум. Ну и соответственно вот проводка можно посмотреть. Против довольно сильного течения. Все работает. Ничего не валится. Чувствительность. Чувствительность у палки очень-очень-очень хорошая. То есть, наверное, ее можно сделать еще более чувствительной. Но тогда нам придется делать более жесткую вершинку. Ну, это будет другой спинник абсолютно. И такой универсальности, которой заложен в бифлёст, у нас не будет. Но на самом деле, чувствительность на очень высоком уровне. Мы вот сейчас сравнивали несколько моделей от разных производителей. Вот. Ну, достойно. Достойно. Вот она, уверенная, четкая, спокойная проводка 44. Ну, вот второй вариант. Я поставил сейчас трекорол 55-й HV. Кстати, боевой углерст. Ловит. Естественно, заброс нормальный, потому что он в пределах теста. И вот твич показываю. Вот это на самом деле его разумный-разумный максимум. То есть, мы совершенно четко можем контролировать рывки. Все у нас получается. Но это, травку поймал, предел. Следующая модель, это вторая. Это бифрёст 712-й. С тестом 1,2-7. Вот они, скажу так, друг от друга сильно отличаются. И сейчас я расскажу, в чем разница. Ну, вот у меня в руках второй бифрёст. Это 71-я модель с тестом 1,2-7. В чем же у них, собственно говоря, отличие, кроме теста? Отличие у них достаточно сильное. Дело в том, что у этой модели немножечко более смягченная вершинка. Для чего? Почему и как? То есть, вот этой вот смягченной вершинки вполне хватает, чтобы уверенно работать кранком по верхнему пределу своего теста. Это я вам сейчас покажу. Но! Немножко хуже работается с твичем. С твичем, скажем так, по верхнему тесту. То есть, 7-граммовый угол протвичить будет очень сложно. Там, условно говоря, 5-граммовый вполне нормально. Но при этом появляется, скажем так, возможность ловить не только на там, хардбейты, да, то есть, там, блесна, воблеры и проще, и проще, а еще и на легкий джиг. Сказать, что это, скажем так, прямо совсем нано, не скажу, нереально. Не та концепция, не та конструкция. Но, скажем так, там примерно полтора-два грамма на спокойной воде с тонкой плетенкой можно уже увидеть, а порой даже почувствовать в руку. Вот это вот самое-самое главное отличие. Вообще, вот эти два бифрёста, это практически, как бы, в моем понимании, как автомат Калашникова. В данном случае никакой серьезной специализации, что вот там палка заточена только-только там на форелевый твич, там или палка заточена только-только там на кранкинг, да. А именно модель, которая позволяет, значит, скажем так, использовать ее в абсолютно разных условиях. Потому что, скажем так, спиннинг сильно небюджетный, там розничный, там 17-18 тысяч рублей. Вот. И я думаю, что, как бы, иметь в коллекцию там одну модель, которая подошла до одно, ну, неправильно. Здесь работает он, как бы, в широком диапазоне приманок. И везде совсем-совсем неплохо. А кое-где даже просто на отлично. Собственно говоря, пойдемте, поставлю я что-нибудь упористое и тяжелое. Вот у меня в коробочке, например, через ZeroFooter. Вот. На самом деле, как бы, вот, будете удивляться, но я с успехом ловлю на него головля. Там, где вода не сильно, скажем так, быстрая. Ну, вот здесь, на этом течении, думаю, проведу. По крайней мере, можете увидеть, насколько вот этот упористый воглер, если знаете, что он очень упористый, как вот именно модель до семи грамм его контролирует. Также покажу твич, опять поставлю, наверное, тоже трикорольчик 55-ый. Ну, чтобы объяснить, что это не совсем все плохо, так. Просто, как бы, я подхожу с очень серьезными критериями оценки. Там, если уж совсем чего-то как-то не очень хорошо, то по мне совсем все плохо. Вот. На самом деле, твичить можно. Ну, пойдемте, начну показывать, а то там уже рыбка плескаться начала. Пора снова ловить. Ловил сейчас с паникрой, с паникрой все в порядке. Сейчас я вам покажу верх. Ниже, опять же, наверное, мы вот переместимся на форелевый платник. Посмотрите, как все это работает по низам. То есть там 1,2 грамма, 1,5 грамма колебалочки. Что-нибудь типа того. Где мой зеросник? Вот. Через зерофутер, да. Это очень интересная приманка. Не везде, конечно, срабатывает, но иногда просто творит чудеса в плане головля, который питается на поверхности. Зерофутер. Зерофутер. Вес, честно говоря, точно до доли грамма не помню. Но, в общем-то, это верх. Заброс. Никаких проблем, провалов нет. Вот смотрим проводку, как у меня работает веер шина. Ну, напрягается. Слов нет. Как бы, но... Это вот как раз разумный максимум, когда проводка у меня контролируемая, и спинник, скажем так, не завалился. Естественно, если вы поставите что-нибудь SR 7 грамм, вообще никаких проблем с проводкой не будет. DR в зависимости от, скажем так, модели уже. Потому что DR есть очень упористая, есть не очень упористая. Сейчас я повторю заброс и вам покажу. Еще момент. Почему, скажем так, я вот так спокойно, без боязни сейчас на речке, где клюют реально бывают крупные головли. Там полтора-два килограмма здесь не редкость. Почему я с такими ультратовыми снастями? Ну, все очень просто. В брекеш-машине, скажем так, 66-я модель держит 2 килограмма. Вот эта модель держит 3. То есть, в принципе, невзирая на то, что это очень изящный, очень легкий, скажем так, инструмент, мощи в нем вполне достаточно для того, чтобы взять там хорошую рыбу. Ну, и там поднять на берег просто подъем храм полкило, даже вообще никаких проблем не возникает при этом. И это я уже поднимал неоднократно. Что еще? Наверное, давайте я вам просто расскажу еще, почему Бифрёст. На самом деле, если вы поняли, Асгард коллекшн, это у нас, скажем так, все посвящено мифологии севера, скажем так, скандинавской мифологии. Вот почему Бифрёст? Потому что Бифрёст это был мостик между Мидгардом, то есть там, где жили люди, имеется в виду вот уровень, и, соответственно, Вальгалой. И по этому мостику он был настолько легкий, тонкий, прозрачный, воздушный, что по нему могли пройти только либо боги, либо герои. Вот, и как раз вот под героями и бандами он становился абсолютно твердым, по нему можно было ходить. Под простым человеком он рассыпался, и человек падал вниз. Вот, поэтому вот, потому что этот спиннинг действительно легкий, действительно изящный, тонкий, вот воздушный, причем вес у него там достаточно маленький. Сейчас на рыбалке не скажу, можно в каталоге будет посмотреть. Вот, но при этом хорошая мощность, великолепная работа с разными приманками, ну и, соответственно, не сливаемость. Давайте в следующий момент я вам покажу твичинг, поставлю там что-нибудь примерно, даже может побольше, даже может поставлю не 55-й, а какой-нибудь там 67-й, не сильно упористый трикорол. Смотрим. Ну вот я поставил даже вот 67-й трикорол HV, достаточно тяжеленький вовлер, вот, я его сейчас использую для ловли хорошего головля. Вот, он работает даже, наверное, лучше, чем 55-й. Вот смотрим, как работает спиннинг, который, в принципе, подпичь не создан, но подергать что-то может. По забросу, ну, близко к пределу уже. По проводке, ну вот, вот это максимум, все. То есть вот здесь я еще могу делать какие-то рывочки, если мне они нужны, да, естественно. Понятно, что в прямой проводке проблем не возникнет, но если мне приспичило сделать рывок другой, вот, пожалуйста, дергает, причем провала нет. Чуть-чуть начинает подвариваться, но это как раз, на мой взгляд, разумный-разумный максимум. Для этой модели до 7 грамм. Вот он, красавчик. Смотрим еще раз. Заброс беспроблемный. Заглубил и пошел его дергать. Понятно, что сейчас здесь на такую проводку я поймаю, разве что зеленую осетрину. Голлальта вряд ли сейчас на эту клюнет уже. Вот, но все-таки может пригодиться. Траву поймал точно. Ну, а теперь маленький сюрприз. Когда я говорил о серии Bifrost, я упоминал две модели. Все правильно, есть две модели Bifrost двухчастные. Но я сделал еще один вариант. Это тревел-версия. При длине 7 футов 1 дюйм. То есть опять те же 2,16. Он четырехчастник. И с таким же тестом, как и двухчастный собрат. 1,2,7. Но сразу хочу сказать, это абсолютно разные палки. По своим устрою, по своим характеристикам. Ну, как бы даже немножко по назначению. Объясню в чем дело. Когда вы берете тревел и едите куда-то там, я не знаю, море, горы с форелью. Да что угодно, собственно говоря. В тех условиях, когда вам нужен нейтралайт. Зачастую никто и никогда не знает, в какие условия он попадет. На какие приманки ему надо ловить. Поэтому вот именно этот Bifrost, который называется Bifrost Araydo. Araydo это путь. В переводе со скандинавского. Вот именно он максимально мною заточен под универсальность. Конечно же, в чем-то он будет проигрывать своим двухчастным собратьям. В чем-то он будет выигрывать. Давайте по порядку. В чем он выиграет. Из-за того, что это чуть более универсальный спинник по своему назначению, я сделал строй ближе к среднему. Это не сопля, это не шланг. Это просто как бы уверенный средний строй. Скажем так, жесткость вот этой зоны у Araydo чуть-чуть меньше. Это позволяет нам работать с очень широким депозоном приманок. Ну, скажем так, вот я сейчас специально опять повесил Zero Footer. Черик 48-й. То есть это вот примерно как раз 7 грамм. И очень упористый. Сейчас я вам покажу, как он работает. Проблем нет. Также покажу твич. По твичу, скажем так, он будет справляться хуже немножко своего двухчастного собрата. И оптимально максимальный размер применяемого в твичинге приманки будет примерно 55. Я вам сейчас тоже покажу, поставлю. Но он намного лучше будет работать с, скажем так, джигом. С легким таким джигом 1,2 грамма, там, 2 грамма, 3 грамма. Вот. И намного лучше он будет работать с вращающими блестами, опять же, из-за строя. То есть понятно, что те два бифреста двухчастные, они с вертушками работают тоже вполне достойно. Но все-таки, если вы в курсе и специализированно лодить на вертушку, знайте, что для вращающей блесты нужен ближе строй к среднему. Вот здесь это реализовано практически на 100%. Кстати, вертушку я вам сейчас поставлю, тоже как бы посмотрите, как вот он работает с вертушкой. Что, пойдем на воду. Вот. Хочу сразу, кстати, сказать, пока не забыл. В принципе, все материалы те же. Это топовые митсубишеские припрыги. Компоновка вся та же, те же титановые кольца. Денис, вот он чуть подороже. Цена у него там, вроде, 18 копейками. Потому что все-таки четыре части, три стыка. Вот. Вес его не сильно отличается от двухчастного. Но, при этом, как и говорил, самое главное отличие, немного сменчена вот эта вот зона. Ладно, заболтались, пошли на воду. Показываю. Ну, собственно, вот. Повесил сорок восьмой. Подошел. Напоминаю, что когда я вниз по течению, специально, чтобы показать, что как бы вот максимальные возможности палки по работе с упористыми приманками. Заброс. Провалов, естественно, никаких нет. И вот она пошла проводка. Весь момент в том, что если мы посмотрим, то спиннинг этот, в отличие от своего 71 двухчастного собрата, гнется более равномерно. Как я уже говорил, более средний строй. Поэтому даже, невзирая на то, что вершинка очень мягкая, элегантная, способная, скажем так, работать с легкими приманками, вот этот вот сорок восьмой спиннинг совершенно не напрягает. То есть мы работаем. Я бы сказал, что даже можно чуть по упористой использовать приманку. Чуть-чуть. Вот. Но ДР-ку здесь, извините, ставить не буду. Засажу сразу. Еще раз заброс. Еще раз работа на упористом кранке. То есть, скажем так, позиция упористый кранк до 45-48, условно упористый, у нас уже закрыта этим моделью. Этой моделью. В тревеле. То есть в варианте, когда вы поедете куда-нибудь и возьмете его с собой в кранке, пожалуйста. Кстати, сразу напомню неважный момент. В брейкш-машине это тоже 3 килограмма. Невзирая на его четыре части. Никаких проблем. То есть 3 килограмма в брейкет же. Ну, не знаю. Я, конечно, ложку на берег не вытаскивал. Мне все-таки жалко. Вот. Но, наверное, если сильно приспичит, то можно. Главное, не давать отрицательный угол. То есть 45 градусов. Поднимать. В принципе, ничего не будет. Ставлю сейчас твич. Покажу вам твич. Даже, наверное, 67-ю поставлю. Чтобы сравнить конкретно со 71-м. Двухчастым. А потом еще покажу вам вертушку. Такую, достаточно упористую. Ну, вот у меня повешен 67-й триккорол. Тоже такой форелево-лососевый воблерок для твичинга. На течении. Вот я им твичу. Что мы видим? Вот видим мы максимальный предел. То есть, да, дергается. Да, рывок можно начать резко, если надо. Иногда, кстати, надо. Но это все, что он может по размеру как бы твичингового воблера. 67-м. Ну, может быть, некоторые неупористые, более длинные модели тоже подойдут. Но так как я уже говорил, что бефресты в основном заточены на течении, все-таки мы ограничимся 67-ю. Ну, понятно, что 47-55, если мы берем триккоролы, проблем в твиче не возникнет. То есть, поехали в горы. Не вопрос. Форель. Вон, в той же Абхазии. Как бы я сам туда езжу иногда. Вот. Половить именно форельку. Ах ты, блин, трава. Вот. Половить форельку вполне себе возможно. Ну, вот я повесил достаточно крупную вертушку. Относительно крупную для ловли головля, например. Да. Такой нормальный, хороший, тяжеленький. Это реверолд, торпеда. Вот. Грамма дней, наверное, 6. Смотрим, как работает вершина на 6-граммовой, достаточно упористой вертушке. Все, вертушка завелась. Работа идет. Вот работа вершины. То есть, надо понимать, что это, в принципе, вот ее, как бы, предел. Более упористую вертушку уже ставить, как бы, я не советую. Здесь бланк вот все вполне уверенно держит. Но, опять же, как я говорю, на пределе. Это вот ее разумный-разумный максимум. Сейчас еще забросит. Естественно, никаких провалов по тесту нет. Вот. При этом. Получается интересная картина. То есть, спиннинг работает очень хорошо по своим верхам. Ну, или там чуть ниже верху, скажем так. Вот чабик, например, для этого спиннинга вообще оптимал. Четыре грамма. Вот. Но при этом, при этом, посмотрите, как это работает на низах, и тоже все будет очень-очень хорошо. Вертушка кровотится, вершинка дергается, и самое главное, что вот это вот колебание лепестка очень четко мне передается в руку. Естественно, то же самое будет на тех бифрестах, особенно на 66-м. Он же, опять же, из своего более регулярного строя позволяет намного более эффективно использовать вертушку. Ну, что-то не клянет. Вот. Собственно говоря, на этом, наверное, все. Все. Первая часть закончена. Верха мы прогнали. С бифрестами немножко познакомились. Вот сейчас будет вторая часть. Поеду специально на платник. На платнике поработаем легкими весами, в том числе и легким джигом. Посмотрим, собственно говоря, как он, покажу, как он работает именно по низам, как он держит, вываживает рыбу, форель. Потому что, как бы, форель постараемся там найти хотя бы уровень кила на платниках, чтобы вы смогли понять и оценить. Ну, вот небольшой головник. Первый. Хорошо, как не с первого заброса. Это у нас бифрест. Четырех-четырех. Красавчик. А это у нас новый чабик. В новых цветах. Они-то в прошлом году появились. Специально попросил японцев сделать чабиков под цвет, как у паникрай. Мой любимый. Вот паникрай здесь мелковато. Будет по размеру. Для такого уголовника-то. О, мальчишка. И не от нерестившийся. Ну, в принципе, да. Мы еще как раз сейчас самое время. Ладно. Не будем долго мучить пацана. Теперь зеленая осетрина. Попробуем. Попробуем. Теперь зеленая осетрина. Попробуем. Всем привет. Вторая часть. Как и обещал. Проверяем бифресты на платнике. Собственно говоря, я на своем любимом платнике. Это парус. Очень он мне здесь нравится, на самом деле. Классное место. Вот. И приехал я не один. Приехал я с Игорем Цыченко. Это у нас руководитель Федерации спиннингового спорта Московской области. И только спиннингового. Вообще всего, да? Всего-всего. Всего рыболовного. Да. Вот. Плюс ко всему это руководитель рыболовной секции фрустфишинги. Спортсмен. Ну и хорош человек. Ну спасибо. Да. Поэтому сейчас мы как бы прогулю вот эти тесты. Я вам покажу. И вместе с Игорем мы как бы полуем форельку. Покажем обвываживание. Надеюсь на всех моделях. Надеюсь, что клевать будет. Собственно говоря, задержать много не будем. Мы пошли. И так как и обещал. Первая модель, которую мы сейчас посмотрим. Работа по низам. Это у нас Бифрёст. Который 662. С тестом 0,5-5. Вот я повесил специально блесеночку. Она совсем маленькая и легенькая. Реально вот ее вес 0,7 грамма. 0,5 извините не нашел. Но как бы вот смотрим как работает бланк. Ну скажем так не в идеале, но бланк подгружается. То есть 0,5 нагрузится. Грамма как бы нагрузит этот бланк по самому минимуму. Но в принципе кидать уверенно, скажем так прогнозируемо и успешно можно. Ну дистанция заброса мы сейчас в мере здесь не будем. Она в любом случае будет небольшая. У меня втюр поводок и довольно толстый узел. Который бьет по кольцам. Поэтому немножко как бы дистанцию мы режем. Ну так вот если стараюсь выбрасывать 0,7 грамма колебалочку. Это примерно метров 15 на глазок. Ну я считаю что вполне. Вот резина летит ну как бы чуть ближе. То есть я вот сейчас ловил на резину голову 0,3 грамма и нимфа. Все равно в любом случае это вес будет чуть чуть больше чем 0,5. Ну вот он собственно разоброс. Летит. Ну вот собственно говоря видно что даже легкая колебалочка 0,7 грамма. Которая практически не упорчистая. Она скажем так вершинку подгружает. То есть уже проводку мы можем более или менее контролировать. Вот как работает палка я покажу на вываживание. Вот причем как бы работа нормально. И следующий этап. Мы сейчас прогоним остальные спиннинги. То есть которые 1,27. И мы их будем уже гореть на их минимальных весах. То есть колебалка 1,2 грамма. Вот 1,2 я не нашел. Так сейчас найдем 1,5 грамма. Вот она. Вот это вот 1,5 грамма. Сейчас мы как раз нагрузим по низам наши бифресты. Которые следствием 1,27. Это будет очень не упористая маленькая колебалочка. Поэтому оценить как работает снасть на минимальных весах мы в принципе сможем. Вот такая вот микро-микро блесеночка. Сначала мы попробуем двухчастные модели бифреста. 712 LUL. Но LUL понятно, что это не чистый ультралайт. Скажем так, мощность в нем немножко побольше. Брекч в машине 3 килограмма. Наличие уверенного хребта. Поэтому все-таки чистым ультралайтом я это не назову. А вот спиннингом таким универсальным, который работает во всем диапазоне. От 1,2 до 7 грамм. Назову вполне уверенно. Ну, смотрим как бланк работает с 1,5 грамма. Сразу хочу предупредить, чудес подальше не будет. Вот он узелок. Потому что форель, потому что жарко. Форель не очень любит плетенку в этот момент. Заброс. Вообще уверенно грузится. Абсолютно уверенно грузится. Никаких ощущений того, что ты не чувствуешь приманку, у меня не возникает. Заброс вполне себе уверенный. То есть вершина загрузилась, средняя часть загрузилась. Хотите кинуть подальше? Ну, тогда можно немножко давануть и уже, скажем так, нагрузить комель. Но для таких весов, я думаю, что это в принципе не нужно. То есть вот, еще раз показываю заврос. Легко. Далеко, но метров двадцать уверенно. Вот. И главное, без напрягов. Вот так вот работает вершина. При колебалке один и пять граммов. В принципе, как бы все четко видно, четко понятно. Вываживание покажем попозже. Это оставим на закуску самое интересное. То есть никаких проблем с забросом. И это, напоминаю, модель 712 двухчастная, которая наиболее злая и наиболее жесткая из них. С 714, я уверен, 100% будет все гораздо легче, гораздо проще и, возможно, даже гораздо дальше. Потому что все-таки колебалка это та приманка, которую можно кидать далеко, даже если она легкая. Вон фаренька гуляет. Сейчас, сейчас мы снимем и половим. Вот. Собственно говоря, работа по низам вот такая вот. Итак, вешаем те же 1,5 грамма на четырехчастный вариант. Bifrost 714 LUL. Вот. Я четко знаю, что работать будет легче. Еще легче. Потому что 14 он более универсальный. Он как раз вот та модель, которую можно использовать с абсолютно разными приманками. в максимальном своей эффективности. Заброс. Ну, тут даже разговор. Все нагружается, все чувствуется, все как бы работает. Вершинка еще лучше передает колебания вот этой вот полутораграммовой колебалке. Вот. В руку, естественно, тоже все чувствуется. Причем лучше, чем на двухчастном варианте. Опять же из-за строя. Но как бы с другой стороны всегда есть плюсы и минусы. Любой спинник это компромисс. Компромисс в чем? А здесь, как я уже говорил, работа на низах будет лучше. Но, например, что-нибудь там продернуть в какую-нибудь относительно упористую минуху будет уже намного сложнее. То есть вот здесь вот есть разница. Потому что средняя часть у этой модели чуть мягче. Она более универсальна. Хотя, как я показывал уже вот на течении, когда ловил, в принципе, работает практически все. И вот именно в этом тестовом диапазоне там. Больше, меньше я бы уже не рекомендовал. То есть я вообще очень серьезно относусь к тестам. Если я ставлю на палку там определенный тест какой-то, то это значит, что он более-менее уверенно работает и по низам, и по верхам. Так, с минимальными размерами мы как бы уже, условно говоря, там определились. То есть вот полтора, на самом деле 1.2 кидает, уверенно. Просто 1.2 с собой колебалки, извините, нету. Я когда тестировал их на тест, все, у меня это дело было, и я проверял. В общем, на низах мы прогнали. Но, решил дать вам еще один тест, чтобы вы посмотрели, как это все работает на легком и сверхлегком джиге. То есть у меня в руках сейчас 662-й бифрест с тестом 0.5.5, но напоминаю, что это стримовая модель. Поэтому, скажем так, вот джиговыми характеристиками она блистать не будет точно. Ну, можно, но не совсем ее. Я повесил грамм, я повесил маленькую шаркальскую резиночку. Вот, сейчас мы посмотрим. Понятно, что разговора о том, что что-то бить сейчас здесь в руку даже быть не может. Это платник, дно не сильно твердое. Но хотя бы посмотрим, как отрабатывает вершинка. Вот на сколько она будет отрабатывать. Заброс вниз, там довольно глубоко, поэтому придется подождать. Когда наш грамм и резиночка упадет. Ждем, 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 ждем. Вот, упала. Теперь начинаем проводку. Там подъем сначала не видно, особо падение будет. Сейчас что-то будет видно уже. Вот. Еле-еле в идеальных условиях мы, собственно говоря, видим падение приманки на дно. Но, скажем так, я бы сказал, что это не сильный зачет. Потому что это надо реально сильно-сильно напрягаться, чтобы увидеть, как падает грамм. Сейчас мы попробуем переставить чуть более тяжелый вес. Вот сейчас уже видно более-менее нормально. Вот. То есть с сокращением дистанции и более-менее приемлемым свалом чего-то мы увидим. Но, опять же, это слишком идеальные условия. Я бы не сказал, что это джиговый лучший вариант. Не джиговый, ребят. Можно, но, если хотите ловить легким джигом и ультралегким, это не ваша модель. Берем вторую модель, которая бифрест 712-й. С тестом 1.2.7, двухчастный. Ну, вот у меня в руках двухчастный вариант. 712-й бифрест. Повесил 1.2 грамма. Повесил маленького такого червячка, который мы проверяли на более легкой модели. Сейчас посмотрим, как что работает в плане джига здесь. Ну, скажем так, я уверен, что, конечно, 1.2 особо хорошо показываться не будет. Он у меня на тестировании особо не показывался. Ну, чего-то в идеальных условиях увидеть можно. Но не лучший вариант. То есть вот, скажем так, если ветра практически нет, если дистанция не сильно большая, чего-то вы увидите. Но вообще лучше начинать, конечно, с 1.5, а то и 2 грамма. Вот сейчас четкий свальчик. Я, в принципе, контролирую. Но, опять же, это, естественно, не специализированная микроджиговая. Уж тем более, это не мебаровая модель для наноджига, нет. Это все-таки универсальный ультралат, который можно использовать в разных вариантах. Но чисто микроджиговые палки это, конечно же, проиграет. Но, опять же, как бы создать одновременно и микроджиг, и нормальный нереально. Что бы кто ни говорил. Хотя вот потихонечку вершиночка так подрабатывает. Так, ставим то же самое на модель 4-х частой, 714 Bifrost. Вот, я думаю, что результат будет чуть-чуть лучше. Потому что, я говорю, со строя. Ну, надо вам уже показать. Так, ну вот у меня в руках 4-х частная модель Travel 714 LUL. Смотрим, как он работает в диапазоне как бы джиговых весов. Вот сейчас низа. Верха даже ставить не буду, ребят, поверьте, там все будет нормально. Самое главное показать, сколько минимум можно этой модели уверенно там ловить. 1,2. Легкая резиночка. Бросаем. Единственное но, здесь достаточно тонкая плетенка. Сейчас стоит 0,5. Вот. Что, в принципе, как бы нормально. Если будет плетенка толще, конечно же, результат будет значительно хуже. Сразу хочу предупредить. Ждем падения на дно. Вот оно упало. Поехали. Да, здесь видно, конечно, четче, чем на двухчастной модели. И это вполне естественно, как я говорил, строй. То есть, давайте так объективно. Чем этот бифрест четырехчастный поиграет двухчастнику? В первую очередь, конечно, точность заброса. Вот. Легкости заброса он выиграет в легкости. В широте применяемых приманок он однозначно выиграет. Ну, как бы давайте понимать, что это не фаст, это классический регуляр. То есть, середняя часть у него немножко мягче, чем у двухчастной модели. Ну, то есть, вот видно прям приманка, как падает на дно. 1,2 грамма. То есть, та же самая, что мы сейчас испытывали на двухчастной модели. Да, все равно это идеальный, как бы, вариант рыбалки. Нет ветра. Относительно короткие дистанции. Вот. Но работает. Естественно, повторюсь, опять же, если вы хотите уверенной работы в легком джиге, это грамма два. Полтора-два грамма в зависимости от ваших условий. Если, например, я здесь поставлю плетенку какой-нибудь 0,4, то, конечно же, я буду значительно лучше все это дело контролировать. Но, правда, если 0,4 будет родная и настоящая. А не китайская подделка, которая на самом деле будет какая-нибудь 0,6. А то и 0,8. Вот. Собственно говоря, наверное, это все, что я хотел рассказать про бифресты. Сейчас мы вам покажем еще вываживание. Как эти палки держат. В первую очередь форель. Там будет и не форель. Так. Чего-то наснимали в процессе поездок. Вот. Просто сможете посмотреть, как это работает палкой. Палкой, как бы, на вываживание реально более-менее зачетная рыба. Мелочи, может, показывать не будет. Ну, и, соответственно, как бы, по возможности еще попробуем добавить брекеш тесты, которые у меня, естественно, сняты. Если мы сможем, то нормально обработать. Потому что снимаю я это прямо с телефона в рабочих помехах, скажем так, пока все это проектируется. Надеюсь, вам понравилось. Вот. Если, как бы, есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Либо в видео. А гораздо лучше там форум Росфишинг, Facebook, ВКонтакт. Я, в принципе, здесь, найти меня легко. Всего доброго. До встречи. А мы пошли ловить, потому что вот уже вечерочка. И сейчас оно заклеет. Ну, а вот так работает бифрёст 055 на вывозу. Хороший форель. В общем, мне нравится парус. Здесь всегда очень бойкая, хорошая форель. Прям такая бойкая-бойкая. А вот так работает четырехчастный 714 бифрёст. Это он повыше подниму, чтобы было видно. Видите, как у него вершина по-другому совершенно гнется? Это регулярно. Вот. Шансов взять рыбу намного больше, чем у других моделей. Потому что регулярно. Потому что верно. К сожалению, сегодня клюет только на резину. Не хочет ничего больше. Но, в принципе, нам все равно. Как работают другие приманки, вы уже, собственно говоря, видели. Клюет. Я уж не знаю, как его. Клюет. Дай палки работать. Да брось ты палки. Погоди тут. Такие дела. Почти в подсак завел. Какой бифрёст? Ой, это у нас. Только пять. Да. Правила вываживания. Пониже опустили. Палочку по 45 и берем. Тогда сходов будет минимум. Где наш подсачек? Куда, куда, куда? Попа. 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 Тут хорошая. Попа. Но скажу честно, если, например, там дикую рыбу мы отпускаем, то эту рыбу мы с удовольствием едим. Поймал отпусти, на форелевые платники это не наш мир. Все. Всем пока. Воважнее вы посмотрели. Надеюсь, эта информация вам пригодится. Ну, а мы домой отсыпаться. Субтитры создавал DimaTorzok